Тараканов давно не был в банке и налоговой. Несколько лет не посещал госавтоинспекцию. Зачем, если все эти организации есть у него в телефоне? Я оплачиваю штрафы ГИБДД, которые мне приходят, или всегда вношу показания приборов учёта воды. Сайт МОСРУ, портал активных гражданин и госуслуги, единая медицинская система. Для москвичей удобно и уже привычно. Чтобы оплатить парковку, водитель достаёт мне кошелёк, смартфон. Ходить в поисках паркомата, когда на улице то дождь, то снег, сомнительное удовольствие. Особенно если встал рядом со входом. Оплата парковки в приложении займёт несколько секунд. Если вы перепутали зону или номер автомобиля, не успели продлить стоянку, есть сутки, чтобы это исправить. В том же приложении. В Европе о таком и не слышали. Французская Le Monde опубликовала статью под заголовком «Москва – чемпион мира среди умных городов». Всего за 10 лет российская столица сменила целую эпоху. Москва сегодня – это город, где вы можете оплатить проезд с помощью смарт-часов или, что самое невероятное, своего умного кольца. Не говоря уже об оплате с помощью систем распознавания лиц. Вы смотрите в камеру, а с вашего счёта списывается стоимость поездки. Это пока ещё будущее. А вот настоящее. Гаджет, так впечатливший французов. Кольцо транспортного всевластия. Карта тройка вмонтированная в украшение. Это что-то действительно из области фантастики. И турникеты открываются. Помановение руки. Ещё одним прорывом стали МФЦ. Хождение по инстанциям и стояние в очередях в прошлом. В этом центре можно получить больше 270 услуг. Начиная от оформления автомобилей, заканчивая записью ребёнка в первый класс. Я подам документы на загранпаспорт. Ну и как раз заканчивается. Процедура стандартная, поэтому ускорить для нас её не получится. Заодно здесь в чём время. Получаю талон с номером. Идти в фотоателье не обязательно. Вас сфотографируют здесь же. Несколько минут ожиданий и специалист готов принять документы. Госпошлину можно оплатить в том же окне. А всё про всё у меня ушло 16 минут 50 секунд. Мой паспорт будет готов через 30 дней. Но пока я здесь, можно выбрать направление отдыха. Во флагманских МФЦ теперь оформляют даже туристические путёвки. Количество предоставляемых услуг только растёт. Умный город с каждым днём становится ещё умнее.